Привет, друзья! Я думаю, смотря на количество просмотров на первой серии Палычей, многие из вас уже заочно похоронили данную игру на моем канале. Отчасти это так, но я все же решил сделать вторую часть по этой игрушке. Надеюсь, она вам понравится. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить Даню Александрова и других ребят, поддержавших меня на Бусте. Их список вы сейчас видите на экране. Также хочу сказать спасибо и тем, кто поддерживает канал на стримах. Всем большое спасибо! Помимо этого, хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте, которую мы сейчас активно развиваем и выкладываем в ней новости по разным новым играм. Подписывайтесь и не стесняйтесь поднимать активность на стене на любые околоигровые темы. Буду рад! Кстати, насчет новых игр. Я думаю, только слепой не заметил, что куча игрушек в Стиме теперь недоступна для покупки в России. И что делать, если поиграть таки хочется? Помните, около полугода назад я рассказывал о сервисе Steam Купи Кот? Так вот, эти ребята предлагают гифты игр, недоступные в российском регионе. Залетаете на сайт Steam Купи Кот и заходите в раздел «Покупай гифты». Ну а дальше слева выбираете то, что вам интересно. Горячие новиночки, предзаказы, а главное, вот оно. Недоступные в РФ. Разработчики почему-то не особо нас любят и не хотят, чтобы мы играли в их игры. Но ребята из Steam Купи Кот позволят исправить эту несправедливость и таки добавить в свою библиотеку нужную игру, не особо интересуясь мнением издателей. С покупкой все просто. Выбираем нужную игру, затем нажимаем «Купить». В открывшемся окне, если еще не пользовались данным сервисом, выбираете регион своего аккаунта, в моем случае это Россия. Дальше вставляете ссылку на ваш аккаунт в Steam. И если кто не знает вдруг, где ее брать, тут есть отличная подсказка. Подтверждаем, что это реально вы. Вставляем промокод, а он у вас внезапно есть. Это «Грини». Введя это заветное слово, вы получите скидку в 10%, что в принципе немало, учитывая стоимость современных игр. Оплачиваете покупку, после чего идете в свой Steam и принимаете заявку в друзья от бота Steam Купикод, который внезапно подгонит вам в подарок ту игру, которую вы тут выбрали. Все быстро и просто, а главное безопасно, потому что кроме открытой для всех информации вы не сообщаете ничего. Так что вы спокойно сможете играть в купленную вами игру, совершенно не парясь по поводу безопасности своего аккаунта. В общем, если нужно приобрести игру, которая недоступна для России в Steam, вы теперь знаете, где ее искать. Ну и другие предложения советую тоже посмотреть. С учетом того, что пополнить кошелек в Steam сейчас без комиссии невозможно, покупка гифта может оказаться реально выгоднее. Сам проверил. Ну и да, как-то подзабыл. Игру можно не только купить, ее еще и выиграть можно, потому как на сайте Steam Купикод регулярно проводятся разнообразные конкурсы. День начался с дел по базе. Пробежался по станкам, собрал изготовленные предметы, ну а после навестил загон для свиданий, где меня уже дожидался подарочек. Осталось поместить его в инкубатор и подождать. Но обычный тут не подойдет, нужно сделать еще один в отдельном помещении. Так я и думал, яйцу холодно, лисят-то огненные, потому добавим в комнату костерок, а лучше два. Все еще холодновато, но таймер уже пошел, так что можно особо не париться. Можно, конечно, поставить специальный отопитель, но на него нужно оставить отдельного пала, так что нафиг надо, просто подожду. Пока яйцо высиживается, назначил в работу еще одну пироженку, а сам прыгнул на Найта и отправился к пещере на стартовом пляже. В данже меня интересовал сбор ресурсов, недоступных мне пока на поверхности, а также, естественно, сундуки с душами. Жаль, что далеко не во всех эти самые души попадаются. Ну хоть серка пещера радует. Как мне кажется, скоро именно она будет наиболее актуальным ресом. В финале меня поджидала Каприти Босс, ну типа босс. Просто куст переросток с бараньими рогами. По факту, от мелких она отличается только размером и тем, что за ее захват или убийство дают древние запчасти. В сундуках мне досталось два рубина и пара книг с очками технологии. Не густо, конечно, но и рубинчики потом пригодятся. Теперь домой. Причем на самой быстрой траектории. Хочу посмотреть, кто у нас получился в инкубаторе. Офигеть! Реально оба навыка от родителей перешли к новому палу, да еще и пара мелких добавилась. Простите, предки, теперь вы пойдете на базу, потому как новенькая может вас заменить. Жаль только, что прокачивать заново придется. Новенькую, кстати, назвал Лисена, в честь одного вредненького, но безумно любимого создания. Вторым бойцом после некоторого размышления решил взять Робина. Теперь двух лисят с собой таскать не нужно, так что пусть будет еще кто-то из другой магической стихии. Ну а дальше собрал все ценности, набранные с разных боссов, и торганул ими в поселении, аж на 20к. Правда, пока не совсем понятно, на что я буду тратить эти денежки, но учитывая то, что они ничего не весят, запас карман действительно не тянет. После Магаза тэпнулся на свою металлическую базу и остаток ночи изображал средневекового шахтера. Все, пора отказываться от зеленых и тем более синих сфер. Теперь в заказ ставлю исключительно желтые и красные. Я вполне могу себе это позволить, а охотиться с ними будет не в пример комфортней. Заказы сделаны теперь на запад, на точку вход в ущелье. Ну, дратути приехали, не успел переместиться, уже волчары пятую точку пережевывают. Отлично, глаза продрал. И лисена не прокачана, так что слилась мгновенно. Придется возвращаться домой и лечить доходягу. Абонент будет недоступен в течение 10 минут. Ну, раз так сошли звезды, засморкаем, что такое лис панк в качестве напарника. А он очень даже ничего. Правда, конечно, и противники такие себе, но все равно нормасик. А как всяких розовых овец на фарш пускает, так вообще любо-дорого посмотреть. Хотя, конечно, с прокачанным лисенком не сравнится. К юго-западу от входа в ущелье открыл еще один портал, а еще южнее тусит какая-то буси 23 уровня. Навестим ее. Обязательно навестим, но не сейчас. У меня пока исследовательское настроение, так что занялся оббегом и облетом новой для себя местности. Собирал сундучки до статуи урановой. Почему урановые? Ну, хз, зеленые и светятся. Поохотился на серфентов. Офигенно приставучих водных гадов, которые мне, в общем-то, нафиг не нужны, но мимо них не пролетишь, агрессивные слишком. Очередной уровень и 108% атаки. Надо бы еще в вес кинуть, но потом. Сначала атаку. Полдня слонялся по-новому для себя острову. Открыл еще одного босса, но к нему тоже решил пока не ходить. Сначала территорию освою, а потом и местных князьков посещу. Да научу уму разуму. Открыл очередного нового пала. Релаксирующего динозаврика синенького цвета, который ну никак не ассоциируется у меня с агрессивным характером. Сравняв с землей лагерь браконьеров, освободил из плена крошку Фламбель. Ну как освободил, поменял лагерную прописку. Кстати, ее можно пустить на пастбичи и доить на пламетворные органы, с которых, к примеру, можно делать огненные стрелы. Вообще день получился хороший в плане налетов на лагеря браконьеров. Правда вот у самих браконьеров он вышел не очень. Очередной лагерь под снос, а в клетке Арсокс, огненный барашек. Довольно полезный на базе за счет второго уровня обращения с огнем. Небось классно готовит. Уже в темноте снова закусился с браконьерами. На этот раз гренадерами и огнеметчиками. Такие вот распорки в ночи выглядят прям бомбически прикольно. Жаль практической пользы от них по нулям. А вот ловля релаксантов вполне себе полезное дело. И опыт получу, и денег, когда загоню их торгашу. Вернулся на базу и заказал себе седло для огненного бараша. Не думаю, что буду на нем кататься, но попробовать-то стоит. Утром порешал мелкие дела и, наконец, наметил строительство сборочной линии для производства оружия. Ее тоже решил ставить на первом этаже. Хочу сэкономить время своих работяг, чтобы не бегали по лестницам. Строили линию всем миром. А как закончили, я тут же апнул базу сразу на два уровня. После чего узнал пренеприятнейшую деталь. Настройки игры не позволяют иметь на одной базе больше 15 палов. Вот это поворот. А в чем тогда смысл прокачки этой самой базы? Фигово. Значит, придется строить дополнительные поселения. Но это дело десятое. А сейчас решил прокачать одного из главных работников мейна. Инсинерама. На скорость этой самой работы. Ну и Лисиону еще немного улучшил. В плане здоровья, атаки и защиты. На новой линии заказал кирку из рафинированного металла. По сути, если смотреть на рецепт изготовления, стальную. Ну и топорик стальной тоже пригодится. Разобравшись с инструментами, занялся оружием. Пора переходить на огнестрел. И начать решил с изготовления нормального пистолета. В роли испытательных мишеней были выбраны мистеры Совы, которым мне посчастливилось оказаться рядом с моей базой, когда я отправился испытывать вундерваффлю. Ну что могу сказать, пистик мне определенно понравился. По-моему, отличная замена луку, если, конечно, нет необходимости охотиться прям на совсем мелких палов, у которых жизней на пук не хватит. Однако, чтобы использовать огнестрел, нужны патроны, а для них нужен металл. Да и порох нужно сделать в нормальных количествах, а это древесный уголь. В общем, работа непочатый край. Заказал, что можно было, а сам отправился за рудой. С стальной киркой заниматься добычей стало одно удовольствие. Поколотив руды, вспомнил, что хотел заняться своей комнатой и добавить туда толику уюта. Пойдем по пути бабушкиного варианта. Ковер и криво поставленная новая кровать. Хотел впихнуть еще торшер, но оказалось, что у меня слишком низкие потолки. Пришлось снова сносить статую на крыше, а потом и саму крышу. Теперь у меня тут прям дофига места, и на голову ничего не давит. И торшер прекрасно, кстати, встал. Также поставил комод с книжным шкафчиком, которые тоже хорошо вписались. Может быть, потом построю себе прям большие хоромы, но пока, думаю, будет достаточно. Изысканный горячий источник тоже переместился на новое место. Хочу, чтобы все было аккуратно. Наведя подобие порядка с постройками, опнул Лисену через эссенции на две звезды, пустив на мясо 20 особей огненных лис. Жалко, конечно. Хотя не, не жалко. Балбес они все. Саму емкость для создания эссенции закатал в каменную башню, чисто с эстетической точки зрения. Хотя для реальной эстетики тут слишком мало вариативности в строительстве. Весь 28-й день занимался делами по базе. Изготовлением станков, строительством, перестройкой и мебелировкой. Ну а что, не все же шляться где-то. Можно и дома посидеть. А, да, и седло опробовал на огненного барашка. Прикольно, мне нравится, но использовать, скорее всего, не буду. Потому как сражаться верхом здесь, ну, не по мне как-то. Утром снова отправился к обители мастера меча. По прибытии хотел захватить в коллекцию очередную розовую овечку, но снова мешались мездесущие ванвирмы, и пришлось развлекаться уже с ними. В чем мне сильно помогла лисена. Адово приставучие твари. Из-за них даже соваться в эти места иной раз не хочется. Но розовенькую в свою коллекцию я таки забрал. Осталось еще шесть. Теперь дальше, исследовать новые территории. Верхом на огненном отправился на юг, где открыл архипелаг морских ветров. Если судить по встреченным мобам, это опять низкоуровневые земли. Ну и все равно. Надо изучить, не оставлять же белые пятна. Обнаружил еще одно дерево навыков, которые я особо не использую. Пока не вижу в этом особого смысла. Базовые навыки Пала вполне устраивают, а привитые могут только заменить какой-то из трех, но не дополнить. На крыльях Найтвинга собрал еще пару статуевенок. Все же летать мне более или менее нравится, а вот бегать верхом не особо. Очередной портал в новых землях, но их мы будем осматривать после того, как полностью изучим весь открытый на карте, но по сути не посещенный мной южный остров. Так что пока летим на восток. Тут еще много всего интересно. Вот, к примеру, еще одна зелененькая. На юго-западе встретил бродячего торговца. Правда, кроме рубина у меня ничего дельного на продажу не было, так что поднял всего 500 монет. На другом берегу небольшого пролива устроился торговец Палами. Конкурент, что ли? Как-то они обособленно тут расположились. Нет, чтобы у одного костерка посидеть, да байки друг друга потравить. Странные какие-то. Вот с ним я уже поторговал более знатно. Почти на 12к. Надеюсь, монетки мне пригодятся, потому что пока я не нашел, на что именно, их можно потратить с пользой. Двинулся на юго-запад и довольно скоро повстречал брончереп. Мимо такой красотки я пройти просто так не мог, так что позвал лисену и вышел на тропу войны. Однако моя лисена дамага практически не наносила. Пришлось бегать кругами и одаривать красопетру болтами из арбалета. 10 тысяч ведер и золотой ключик почти у нас в кармане. Я, конечно, догоню. Догнать-то догнал. Вот только Робин, которого я призвал вместо лисены, переусердствовал и приговорил нашу динозавриху. Остаток дня потратил на исследование этого острова. Осталось обойти еще около половины. На восточной стороне поздоровался с травмированной наемницей, а также открыл очередной портал, через который и вернулся на базу. Там, кстати, приготовился очередной лисенок, правда, абсолютно бездарный, в отличие от предыдущей попытки разведения. Печально. Почти до самого утра добывал металлическую руду. Сначала на второй базе, а потом возле церкви. И уже под самое утро поставил в своем поселении очередной конвейер. На этот раз просто для разных вещей. Ну и света еще добавил. Для атмосферности, так сказать. Решил таки перейти на огнестрел, для чего забрал с производства патрона для пистолета, а еще часть притырил из сундука. Пока поставлю пистик вместо лука, а там посмотрим. Снова построил снесенную при перестройке базы статую и прокачал себе очередной уровень ловли палов. Ну и про лисеную, естественно, не забыл. Ну а теперь пойдем на север. Хочу взять еще одну катрас. В рабочие, естественно. Никаких проблем эта барышня мне не доставила. Пистолет показался превосходно. Жаль, пока не очень много патронов, а то бы только с ним и бегал. Красная сфера, и дамочка отправляется работать на руднике. Ну, в смысле, на мою базу, конечно. Но сначала заглянем к чилиту. С пистолетом очередной червяк переместился в мой контейнер за считанные секунды. А я отправился дальше, к Джону Пингвину Сильверу, на котором я также с большим успехом опробовал свой пекарь. Этот товарищ продержался немного дольше, но только из-за своей свиты, на которую пришлось потратить какое-то время и децл патронов. Забежал на базу, забрал красные сферы и восемь десятков пистолетных патронов, после чего решил наведаться к альпаке переростку. Раз уж сегодня день боссов, надо и его навестить. С ним оказалось несколько сложнее. Все же отожрался он не на шутку. Пистолетная пуля в голову снимала всего по 30 хп. Короче, пришлось повозиться и знатно побегать. Результат, впрочем, оказался таким же, как и с другими. Правда, потратил я на него аж 4 красные сферы, расточительно, блин. После альпаки вернулся домой и сделал себе гига щит, о котором давно мечтал. 540 защиты — это не 260, которыми я прикрывался до этого, это пара знатных звездюлин, которые я смогу пропустить без какого-либо опасения за свою тушку. Ну а теперь с новым оружием и щитом, думаю, стоит вернуться к водному боссу. Но сначала, думаю, надо расчистить тут все от Келпси. А то в спину зайдут, когда воевать начнут. Благополучно закрыл десятку, ну и между делом решил зачистить еще и летающих скатов, чтобы опять-таки в процессе боя с боссом под руку не попадались. Мда, по 6 хп с пистолетного выстрела — это, блин, сильно. Изначально он даже меня атаковать не хотел, видимо, думал, что комары накусали, но я таки смог его сагрить и дальше уже с горем пополам вместе с лисеной разделать под котлетку. В этот раз вроде получилось нормально, а не то позорище, что было в прошлой. Очередной босс занял свое место в моей скромной коллекции. А еще я, наконец, изучил поясной фонарь, который давно хотел. А то по ночам прям совсем темно, особенно вам, как мне кажется. Ночь снова потратил на добычу металла. В принципе, на нее можно поставить палов, и, возможно, потом я так и сделаю. Но пока меня вполне устраивает ручная добыча. И быстро, и есть на что время потратить, когда темно, и шляться по карте особо не хочется. Утро началось с нападения. В этот раз в гости решили пожаловать летающие палы. Вот это уже что-то реально интересное. И, блин, реально сильное. Несмотря на то, что я выставил против них самых своих сильных палочей, огребли мы по полной. Половину боя я пытался захватить себе новую птичку, однако так и не преуспел в этом. В конечном итоге, по-моему, игра просто пожалела меня. При желании они бы могли снести все до основания, но почему-то свалили. Ну а мне теперь зализывать раны, а точнее реанимировать палочей. А также восстанавливать разрушенные фундаменты и стены. Бомбардировщики фиговы, блин. Также, раз уж подвис на базе, решил поменять еще один деревянный фундамент и поставить вторую продвинутую печку. Сталь плавится долго, а помимо нее нужно еще и железо на те же патроны. Пока палочи восстанавливаются, а я жду, чтобы назначить их на работу, решил наведаться в поселок и избавиться от лишних рабов, которых использовать не планирую. В этот раз таких вышло почти на 7 тысяч золотых. Но деньги тут не главное. Главное просто место освободить. У второго торгаша прикупил электротворных органов, чтобы сделать второй геночек. Думаю, вполне годная идея, учитывая то, что генератор тут еще и аккумулятор. Поставить его я решил на второй этаж, в небольшой закуток, после чего еще и стенами закрыл, пусть ежики трудятся спокойствием и ни на что не отвлекаются. Первый геночек я тоже разобрал и перенес на второй этаж, поставив его рядом в том же закутке. Разобравшись с этой задачей, занялся строительством и полностью закрыл электростанцию стенами и потолком. Да и вообще многое перестроил, чтобы эстетически получше выглядело и создавалась видимость порядка на базе. Из-за последствий утренней атаки день, считай, накрылся, так что только под вечер я таки выбрался за пределы базы и решил навестить Гринтейла. Хапнуть немного древних технологий и масла для оружейных дел, благо что с огнестрелом эта задача превратилась в плевое дело. Получил очередной уровень и, наконец, изучил качественную ткань, а также большую кровать для палов. То, что нужно для поднятия очередного уровня базы. Правда, на кой мне нужен этот рост, количество рабов-то ограничено. Мда, для качественной ткани нужно овер дофига шерсти, потому как этой самой ткани на кровати тоже нужно выше крыши. Пришлось отправить в отпуск картрис и достать из-за кромов мелпаку, а затем, по здравому размышлению, поменять еще и кативу на вторую. Рядом с карьером разместил вагонетку, которая дает бонус на добычу камня, а после снова отправился на металл. Менять рабочих на бесполезных мелпак это, конечно, можно, но лучше просто сделать вторую базу, которая сможет обеспечить меня всем необходимым в плане ресурсов с пастбищ. С этими мыслями я решил потратить 32-й день на строительство нового поселения. Место выбрал рядом с основной базой, сразу за мостиком, благо, что там тоже оказалась нормальная площадка. Начал, естественно, с фундаментов, чтобы определить размеры будущей базы. Местами получилось прям очень высоко. Дальше, естественно, контейнер палов, который, слава богу, один на все базы, и того пала, которого я кладу в контейнер на этой базе, смогу достать из контейнера на любой другой. Рядом с контейнером для палов, сразу контейнер для всякого дерьма. Ну, сундук по-простому. Окончательно разобравшись с фундаментами, принялся за стены. Прежде чем размещать тут работников, надо полностью закончить периметр, а то, если с фундамента свалятся, обратно уже без моей помощи не заберутся и сдохнут с голода. Между делом, естественно, пришлось добывать камень. Много камня, очень много камня. С горем пополам закончил периметр. Дело теперь только в дверях, ну и потом надо будет везде стенки поднять до нужного уровня, а то камушка все же не хватило. Теперь достраиваем фундаменты, где они еще нужны, и принимаемся за бытовые нужды. С основной базы позаимствовал сотню жареных ягод для новой. Кстати, насчет ягод. Плантации у меня теперь будут только на этой базе, а на основной я буду эту еду готовить. Поставил сразу три грядки. Ну, а теперь можно и палочей позвать на подмогу. Пока разбирался с делами по базам, снова пришли радикальные активисты. Пришлось встречать и доходчиво объяснять свою позицию. Вообще, пуля самый быстрый способ передачи мысли на расстояние. Закончив с просветительской деятельностью, снова вернулся к обустройству новой базы. На этот раз сделав удобные кроватки для работяг. Пока наметил пито, потом построил остальные. Так как все поля у меня теперь будут на новой базе, туда же решил перенести силостную яму. Что и делать на производственной. А вот на изысканный источник ресурсов мне пока не хватает. Придется исправлять это недоразумение. Мда, дешевле базу целиком построить, чем одну большую кровать для палов. Жесть. Особенно в плане шерсти. Тут, блин, придется со всех милпак скальп снять, чтобы одну кроватку забабахать. Посмотрев на грустное, отправился в новое поселение, где принялся за улучшательство быта моих рабов. Построил наконец-то изысканный источник, ну и кроваток добавил, а то парочка палов сегодня спала на полу. Обидятся твари, да бунт поднимут. С основной базы убрал милпака и поставил на их место нормальных работников. Шерсть теперь будет добываться на новой, вместе с едой. Короче, старая база у меня будет производственной, а новая добывающая. Так что пастбища нафиг отсюда и добро пожаловать вот сюда. Рядышком поставлю сундук для шерсти. Правда, что-то мне подсказывает, что собирать основную массу товаров придется все равно руками. Причем моими. Пара милпак и коровка пошли работать. Придется еще увеличивать количество коек для рабов в новом поселении. Блин, что-то как-то слишком комфортно. В обычном мире на травке спят. Разбаловались, по-моему. Пока занимался строительством, мои балбесы изготовили больше сотни пистолетных патронов. Хозяина доволен. Патрошки есть, можно и прогуляться немного. Ну нифигасе, не успел появиться, уже бьют. Нечестные расклады, ребята. Лисен, покажи им, где у нас тут кто зимует. Разобрались, теперь на север. Немного погонял пернатых и понабивал опыта на их захвате. Еще один невиданный до этого пал, Эрмигурт. Можно будет попробовать полетать на нем, но предварительно, по-моему, бесполезное создание. Короче, основная задача это опыт. Потому атакую всех подряд и захватываю всех, кого еще не добил до десятка. Благо, что таких тут в округе немерено. Бабочки всякие, да цветочки. Всех в контейнер. Ну и робинов, естественно. Эти вообще идут особым разрядом. Хочу себе найти среди них нормального спутника. Как мне кажется, очень ничего, ребята. Там же встретил новый лагерь. В этот раз не браконьеров, а правозащитников. Адвокаты на выезде, блин. Хотя какая разница, кому шею мылить. И те, и другие враждебные идиоты. Но браконьеров еще можно понять. А эти вообще конченые. Кстати, интересно. Если они защищают права палов, какого черта у них в клетке сидит Бристла? Забравшись на очередной клык и забрав статуевину, увидел развалины какого-то древнего объекта. Больше всего напомнившего мне космический корабль из Дня Независимости. Не, ну, реально похож. Возле развалин захватил очередного Робина. И активировал портал до дома Дахат. Правда, пока решил туда не отправляться, а побегать по древнему светилищу и поглушить всяких палов на опыт. Ничего интересного я тут не нашел. А жаль, вроде местечко-то непростое. Дома раскидал лут и, как обычно, принялся за сортировку пойманных палочей. Да, тут есть кнопка автосортировки, я не знаю, причем давно. Но сортирует она, мягко говоря, не так, как мне нужно. Так что все ручками. Уже в темноте наведался на ресурсную базу и собрал в загоне шерсть. Вместе с той, которую перенесли в ящик, получилось немало. Думаю, скоро смогу позволить себе сделать большие кроватки. Также решил организовать здесь добычу древесины, построив лесопилку. На той будет камень, а тут дерево. Утро началось с ревизии на новой базе. Понаблюдав за своими рабами, понял, что нужно добавить еще одну лесопилку. А то некоторым, походу, не хватает работы, непорядок. Вот теперь мне нравится. Все предели и дерева будет достаточно. Только таскать его на главную базу тяжеловато. Ну, да ладно, блин. Хм, а это что за прикол? Ага, угол оказался за пределами радиуса базы. Потому и развалился. Ну ок, сделаем вот так вот. И тут такая же лажа, блин. Только развалюсь побольше. На конвейере заказал цемент. Он много где будет нужен, а делается, мягко говоря, не быстро. Так что пусть будет готов заранее. Вот, к примеру, на красной сфере нужен именно он. А его нету. Ладно, пока производятся нужные девайсы, пробегусь в пляжную пещеру. Тут меня в первую очередь интересуют ресурсы. Сера для пороха, уголь на производство стали, ну и палзиум для того, чтобы делать сферы. Жаль, карманы, несмотря на прокачку, вмещают не особо много. До босса я так и не дошел. Подлая богомагия закинула меня в скалу. Откуда выбраться я так и не смог. Пришлось перерождаться. Ну а забрав свои шмотки около пещеры, я уже решил ее не проходить. Карман-то битком. Вернулся на базу, скинул добытое и заказал в производство древесного угля. Его для пороха нужно довольно много, так что мое новое производство с двумя лесопилками вполне оправдано. Кстати, надо бы туда наведаться, собрать добытое. Почти пятихатка дерева. Неплохо. Вот только тяжеловато. Также поставил на жарку пару сотен ягод. Как я и планировал, на новой базе добываются ресурсы, а на основной их перерабатывают. По-моему, план огонь. Вот, цемент готов. Дерево есть, можно и красных сфер поставить в производство. С ними захватывать палочи куда как с подручней. И про потрошки не забываем. Сегодня у меня день дел по базе, видимо. Впрочем, надо и косточки размять. К примеру, на босса какого сходить. Буси вполне подойдет. Правда, не знаю, кто это такая, но подойдет. Какой-то китайский сенсей или сенсейка. Да какая разница, главное, что хорошо дамаджится из арбалета. А вот лисена как-то слабовато по нему работает. Видимо, резист к огню нехилый. Но колонны никто не отменял. Так что слово за слово, а точнее болт за болтом, и Буси отправляется в сферу. Приятный палыч умеет в огонь и деревообработку. Остальное по мелочи. Может и пригодится где. Напоследок решил сегодня заглянуть и к Чилиту. Пополнить коллекцию очередным червячком. Но тут и показывать особо нечего. Босса рутина какая-то. Все никак не мог вернуться на Южный остров. Так что волевым решением прямо утром отправился туда. Сначала, как обычно, решил закончить с изучением побережья. Боссы здесь, конечно, не встречаются. А вот всякие статуи да сундучки вполне. Ну и души прям под ногами валяются. А вот, кстати, и боссы. Причем сразу два. Прикольно. Но сначала побережье. Жаба не дает забить на возможные прибытки. Так что разборки пока решил отложить. Меня ждут статуи. Много статуй. Очень много статуй. Очень-очень много статуй. На скале обнаружил очередной портал. А неподалеку от него еще одни развалины старой церкви. Внутри ничего особо полезного. Сундук, считай, пустой. А в статуе силы пока качать нечего. Точнее, не на что. Вот теперь можно и по боссам прогуляться. Тем более, что уже троих нашел. И все рядом. Начнем с вот этого вольтяры. Хм. Зеленый электророк. Ну посмотрим, как ты относишься к арбалетному болту и огоньку, который тебе может предложить Лисена. Так. Тесла, блин. Фу. Фу, я сказал. Вот докопался электровеник фигов. Хотя, как бы он ни рыпался, все равно мы с Лисеной хорошая команда. А значит, вольтяра отправится в контейнер. Правда, он меня в этом не особо поддержал. И даже чуть не убил Лисенка. Пришлось даже Робби называть. Жесткий тип оказался. А вот на базе не особо полезнее электроежика. Ездить на нем я точно не буду. Так что просто пойдет в коллекцию или вообще на продажу. Следующим боссом, если его, конечно, вообще можно так назвать, оказался Гнусмос Переросток. Но этот отъехал крайне быстро, даже без привлечения палочей помощников. Третьим, а точнее третьей, оказалась Лунарис. Весьма симпатичная длинноухая Полонесса. Правда, с крайне скверным характером. Который, кстати, довольно неплохо лечится инъекциями свинца и болтами. Нет, арбалетными, а не теми, о которых вы подумали. После довольно продолжительной беготни красавица склеила ушки и таки отправилась в сферу. Та еще, зараза, блин. Ну, на этом островке вроде всех зачистил. Осталось просто пробежаться и посмотреть, вдруг что интересное упустил. А боссов тут больше нет. Опа, пещерка. Ну, тут все как обычно. Набил карманы ресурсами и вперед на босса. В роли которого, именно, блин, в роли, Бараш Переросток. Такого даже бить больно. А вот на шерсть, наверное, он должен хорошо зайти с такими-то размерами тушки. А вот это уже проблема. Для ремонта огнестрела, как и для его производства, нужно масло. А его у меня как бы ноль. Надо что-то решать, но пока ума не приложу как. Впрочем, хорошее в этом дне тоже есть. Я, наконец-то, могу заказать качественную ткань на большей кровати. Немного, конечно, но уже что-то. Есть мнение, что магазин на карте далеко не один. А, соответственно, и ассортимент должен быть разный. Осталось сделать выбор, на севере искать или на юге. Холода меня что-то достали, так что я решил отправиться на юг. Ну, а точнее, на южный архипелаг морских ветров. Оттуда уже пойти еще южнее. В поисках новых земель и, соответственно, дымка на горизонте. Дымка пока не нашел, но вот очередные весьма интересные развалины обнаружил. Интересно, что это за остатки древней цивилизации? Обсидиановый вулкан. Походу, тут будет теплее, чем мне хотелось бы. Мдаааа. Я не думал, что температура тут работает настолько резко. Пришлось уйти мористе и уже над водной гладью двинуться дальше, осматривая горизонт в поисках знаков, указывающих на поселение. Знаков я так и не нашел. А вот поселение, пожалуйста, какая-то рыбацкая деревня. Интересно, а субмарина тут продается? А переработчик стоит? А, это немного о другом. А вот и магазин. Да, ассортимент тут другой. И маслица есть. Думаю, полутора сотен вполне хватит. Еще взял на всякий пожарный семян салата. Вдруг решу фермерством плотно заняться. У другого торгаша в продаже оказались различные патроны. Вот только цены не очень гуманные. Но запомнить стоит. Случаи-то разные бывают. Заглянул и к палоторговцу, где избавился от ненужного балласта. Вышло примерно на 20к. Капля в море по сравнению с тем, сколько потратил на масло. Кстати, насчет него. Коли торганул палами, решил взять еще соточку. Вернувшись домой, первым делом отремонтировал пистик. Притащил с добывающей базы очередную партию древесины. И, наконец, поставил большую кровать. Пока одну, но уже неплохо. Ох, ну нифига себе, с вас тут шерсти нападало. А витаминоз, что ли? Че-то я начал волноваться за здоровье Мелпак. Или, может, у них линька сезонная. Ну, бог с ними. Зато еще партию ткани сделаю. Пробежался по исследованиям. Изучил большой пакет с кормом. А дальше пока не хватает древних технологий. Также поставил в работу полимеры, которые пригодятся для электроники. Утром 37-го дня первым делом забрал с конвейера новую игрушку. Однозарядную винтовку. Пока поставлю ее вместо арбалета, а там посмотрим. По результатам испытаний, так сказать. Тут как с никотином. Капля убивает лошадь, а хомячка разрывает на куски. Короче, теперь надо опробовать на лошади. Но сначала нужно озаботиться БК. Пока делают патрики, решил метнуться на вторую металлическую точку и копануть руды. Справившись с этой задачей, отправился на Южный остров. А точнее, к пещере, которую обнаружил, когда охотился тут на боссов. А то с таким производством боеприпасов серой не напасешься. А на поверхности я ее пока не обнаружил. Кстати, наверное, она на вулкане и обитает. Но, чтобы туда идти, нужны шмотки от жары. А у меня пока только футболка есть. Короче, решил почистить пещеру. Заодно и босса еще одного приговорить. Винтовка, кстати, вполне себе ничего. Жалко, перезаряжается долго. Но не сильно дольше арбалета. Так что вполне имеет право на существование. Боссом в этом данже оказался перекормленный филин. Вот уж кто мне вообще никак не нужен. На кой мне этот вумный птиц непонятно. Но пускай будет. Может на денежки пущу. В сундучках опять пара рубинов и амулет атаки, который у меня уже есть. Хм, куда теперь? А фиг его знает. Заскочил на базу. Оттуда отправился на север. Там еще есть босс, которого я пока не встречал. В этот раз Массандр таки решил явить мне свой лик. Ну, точнее задницу. Винтовка показала по нему очень неплохие результаты. Больше сотни хп снимаются с легкостью, учитывая размер харри, в которую нужно попасть. Половину здоровья я ему снял вообще без помощи напарников. Но упарился уворачиваться от звездюлей и призвал таки лисенок. Вместе с ней быстро унизил медвежонка и запихал в красную сферу. Заодно и уровень получил. А палочник че так. И руками поработать может. И в роли передвижного генератора послужить. Тем временем подоспела качественная ткань. Вторая кроватка, а точнее кроватище, готова. А еще разблокирована стальная броня и шлемак. Надо будет обязательно сделать. Эпическая меховая, конечно, хороша, но стальной проигрывает. Кровать сделана, а значит можно апнуть базу. Для следующего уровня нужно построить сундук из столюги. До него, правда, мне еще расти и расти. Забрал очередную партию патрошек. Поднял на уровень атаку лисеный и погнал приключаться. Может я, конечно, балбес? Да что там говорить? Какое может, блин? Я балбес и потому решил атаковать мамонта. Эммм, 50 хп? Привыстрели в голову? Что-то мне подсказывает, что у нас проблемы. Хотя, в принципе, может все и не так плохо. Четверть здоровья я ему уже снял. Ну или лисена сняла. Вообще непонятно, куда ему надо стрелять. Вроде в голову стреляешь, снимаешь 50 хп, а в другой раз 100. Наверное, этот палыч относится к динозаврам. И потому мозг у него существенно меньше самой головы. Вот и не нащупать. Захватить мамонта не получилось. Увы, перестарались и убили зеленого зверя. Ну, нефиг было на меня смотреть злобным взглядом. Напугал, вот и умер. В очередной пляжной пещере, помимо обычных ресурсов, захватил бесполезную Мау. Ну, как бесполезную. Одну свечку от геморроя за нее дали. На обратной дороге поохотился на лисят. Все же хочется набрать еще пару звезд для лисеной. Хотя, мне кажется, это практически нереально. Ну, точнее, реально, но крайне задротно. В поисках древних деталей пробежался по боссам. Захватил еще одну кенпаку. Посетил синего пирата с понятными для него последствиями. По-быстрому отправил в ловушку очередную катрес. Короче, устроил антибосс вечер. И все это, чтобы сделать новый гигащит. А потом понять, что он у меня уже есть. Балбес, блин. Утро началось с дел по базе. Навестил добывалку, собрал шерсть и деревяшку. На основной заказал несколько десятков пороха, на которые мне вечно не хватает древесного угля. Надо будет как-нибудь заказать сразу сотен пять и решить проблему радикально. Ну, а пока работаем с тем, что есть. По три патрона вот заказываем. Старых боссов вчера прорядили. Сегодня, думаю, нужно навестить пару новых. Опа. А вот и сера. Причем даже не на вулкане. Просто в более высокоуровневом биоме. Тут же поохотился на голубых тираннозавров. Ну, которые релаксарусы. Пополнил коллекцию пары особей. Осталось еще два. А вот босса все никак найти не получается. Есть мнение, что засела эта тварь где-то под землей. В пещерах. Осталось найти вход. Вход не нашел. Нашел очередной лагерь браконьеров. На этот раз более суровых. Что, однако, не сильно повлияло на их судьбу. Браконьеры отправились в ад. А я освободил их узника. Думада. Способный малый. Что касается добычи ресурсов. В остальном полный ноль. Да и в добыче, будем честны, есть более полезные ребята. На мана браконьеры подготовились. Второй лагерь за 500 метров. Решили заготавливать палочей в промышленных масштабах? Ну, тут я вам немного поломаю кайф. Интересно, кто у вас там томится? Мау Крист. Еще одна бесполезная кошка. Вот все палы как палы. А кошаки тут просто красивые. Пользы никакой. Только эстетика. Ну, еще с некоторых бабки падают. Да, блин. Третий лагерь браконьеров. Вы прикалываетесь? Тут намазано чем-то? Бараш? Серьезно? Ну, вы, блин, даете. А главное, где вы их тут нашли? Они же в этом биоме не водятся. Надрал задницу еще парочки релакантов. Не то, чтобы они мне были нужны. Просто очень захотелось. Ну, а че они? Почти весь день лазал по горам и скалам в этом биоме. В поисках, отмеченных на карте боссов. Так, а вот это уже что-то интересное. Шахта за водопадом, говорите? Ну, я так и думал. Подземный фингал. Правда, я не очень удачно спустился с горы. Так что начал бой с неполным здоровьем. И пришлось в основном отстреливаться из скального коридора. Отправляя вперед лисеный. Правда, финглоп таки меня там навестил. И пришлось сделать рокировку. Прикрываясь все той же лисеной, чтоб не убили. Кстати, делать это морда не умеет вообще ничего. Ну, кроме добычи дерева. И то весьма посредственной. Уже в темноте наведался в поселение, к полторговцу. Где снова поднял больше 20 тысяч монет на пойманных задних существах. Так, чтобы построить еще что-нибудь интересненькое, нужно прокачаться. Хотя бы на пару уровней. Хочу нормальный холодос и стальной сундук. Ну, а пока довольствуюсь комплектом стальной брони. 150 защиты и 500 здоровья. Против 52 и 210. Нехилая такая разница. Больше, чем в два раза. А вот на шлемак пока не хватает. Блин, опять нападение. Свирепые палы. Интересно, а что им вообще от меня надо? За каким фигом? Что ж, встречу их вот тут, на крыше. Очень удобная позиция, а учитывая отсутствие мозгов у атакующих, так вообще все отлично. А вот ломать стены совсем не обязательно. Ща открою. Бля, опять форменная вакханалия и куча трупов на базе. Ну как они, блин, надоели упыри. Не знаю, за каким хреном я полез в самую гущу. Наверное, понадеялся на новую броньку. Но, короче, прилег там уже. Надо теперь как-то вещички забрать. Блин. Ладно, пока второй раз возрождался, мои защитнички прикончили последнего гада. Но потери впечатляющие. Хорошо, что палочи окончательно не умирают. По крайней мере, если вовремя их отправить лечиться в контейнер. Теперь опять ждать, пока подлечится. А значит, уходить далеко смысла нет. Вот и решил отправиться добывать руду. Сталин нужно немерено. Полдня коту под хвост. Организационные дела закончены, так что можно и прогуляться. Пора снова наведаться в тот биом, где был вчера. Надо второго босса найти. О, пещерка. Надо пойти проверить, кто тут у нас живет. Помимо дивизии браконьеров, оккупировавших практически все залы подземелья, тут оказался Юнивольт со своей свитой. Всех малявок я покрошил за считанные секунды. А вот с папочкой пришлось повозиться с минуту. Ну, точнее, я бегал вокруг дерева, а возил и с ним лисенок. Пока приключался в пещере, на улице совсем стемнело. И я решил, что искать второго босса сегодня уже не буду. Вернулся на базу. Я отправил на работу вышедших с больничного работяг. Ну и так, по мелочи делами позанимался. Шерсть пособирал бревна, потаскал. Обычные будни мастера палов. Новый день начался как обычно. Дела по базе, заказы необходимого снаряжения и работа в роли грузчика. Ну и на многострадальный остров потерянного босса. Правда, искать я его пока не хочу. Лучше продолжу исследование самого биома. Глядишь, еще что-то интересненькое найду. Статуевины там всякие и другие полезные полезности. Чисто интересно, кто их расставлял вот по этим вот столбикам. Красивые места. Летаешь и наслаждаешься видами. Прям вспомнил, как за грибами в мире Вальхейма ходил. Пофигу на боссов. Просто ходишь, любуешься и грибочки с ягодками собираешь. Винтовка вещь хорошая, но для тех же юнивольтов избыточная. Уже второго хочу захватить, но вместо ослабления убиваю. Хоть лук с собой таскай. Хотя с пистолетом вроде нормально получается. Там же поохотился и на эрмигуртов. Хм, йогурт с птичьим вкусом или птица с йогуртовым. Хапнул еще пару релакантов. Агрессивные и тупые уроды. Сами напали. Для квеста они мне уже нафиг не нужны, так что чисто так, на продажу. С паршивой овцы хоть шерсти клок. На какой-то скале я обнаружил еще одно большое месторождение руды. Жаль, что количество бас ограничено. Так бы тоже сюда поставил контейнер на добычу. Хотя может с уровнями дадут и четвертую. Очередной лагерь браконьеров. Куча трупов и фламбель в роли пленницы. Ну хоть кто-то полезный. А то Ноксы да бараны. Спустившись с уступа возле лагеря, нашел пещеру. Мимо такого подарка я естественно не прошел. Сера пригодится. Да и босса неплохо прибрать. Свечи зажигания лишними не бывают. О, какой чебуратор. В смысле черепаха. Вот такого я пока не встречал. Красавчик. Добыча третьего уровня. Полезный палочь. Правда огромный шописец. Для него наверное отдельную базу строить надо. Летал по биому до самого вечера. И уже в сумерках нашел портал и главное алтарь босса. Ух ты блин, лухарь и релакант. Ну дратути. Судя по отрыжке, очень любит МакДак. Ну ничего, сейчас с Лисеной быстро тут порядок наведем. На самом деле тактика борьбы со всеми боссами одна и та же. Что расстраивает. Колонны решают. Надеюсь что-то в этом плане изменится. Короче очередной балбес у нас в коллекции. На обратной дороге заглянул в поселение и избавился от ненужных рабов, которых набрал за этот день. Вышло еще десяточка. Такс. Красные сферы. Сотка потрошек для пистолета. Ну и в работу немного на винтовку. А главное стальной шлем. Вот теперь буду упакован по полной. Правда для жары нужно будет отдельную броньку запилить, а то в уголек превращусь в этих латах. 100 защиты и 250 здоровья. Против 50 и 100. Нормик. Вот теперь сухо и комфортно. Продолжим исследование северо-запада. Надо квесты по захвату заканчивать. Хоть вот с розовыми баранами. Пофиг кто, главное опыт. А лишних всегда можно продать. А вот кстати и уровень очередной. Пусть тоже будет в атаку. Ну и холодос изучу. Наконец-то будет нормальное хранилище для еды. Опа. А это кто у нас? Новые виды конечно же лучше изучать через прицел винтовки. Брончере. Но в этот раз не босс, а обычный. В коллекцию пригодится. Ну а теперь чё надо? Пока охотился на брончи, волк за пятую точку цапнул. Засранец блин. Вид у этой динозаврхи очень самодовольный. А вот уметь ни черта не умеет. Разве что посадками заниматься. Тут же заглянул в пещеру. Постучал ресов. Постучал по головам браконьеров. И к большому дереву. Стучать по боссу. В этой роли тут у нас выступает большой думот. Короче шайк шахтеров. В принципе неплохие ребята, если будут делать шахтерскую базу. Но лучше катодракул туда поставлю. Те же показатели, но еще много чё умеют. Но в коллекцию думоты все равно пригодятся. Кстати напоминают мне тазманских дьяволов. А вам? В сундуках опять рубины и какая-то фигня. Ничего нового. Скоро буду свои дни описывать как проснулся, поработал, убил босса и заснул. Большую часть острова я изучил. Надо будет на север идти. Но сначала еще тут пробегусь. По открытой на карте, но по сути не исследованной части. Вдруг еще чё найду. Естественно ничего особо интересного не нашел. Разве что еще одну брончере и еще одну пещеру, в которую пока не пошел. Потому как карманы и так ловятся от хабарчика. Вместо этого хапнул еще несколько розовых овец и решил заскочить в поселение. Правда сегодня улов не особо богатый, но ведь еще и не вечер. Впрочем, сам вечер я решил провести на базе. Заказал наконец сотку древесного угля и решил сделать новый холодильник. Нифига себе блин полтинник стали. Это холодос или сейф? Хотя для тех, кто на диете, неплохой вариант. Добавить замок с таймером и жрать ночью ты уже точно не будешь. Если, конечно, взрывчатки под рукой нет. Еще поставил в работу красные сферы и патроны для винтовки. А то поиздержался за день. Заглянул к статуе силы и вкачал еще один уровень ловли палочи. Да и лисену знатно прокачал, потому как накопились и малые, и средние души. Утром снова занимался организационными вопросами. Собирал сделанную экипировку, заказывал нужную, ну и разгребал ресурсную базу на предмет произведенного. Ох уж эта рутина. Пока разбирался, пожаловали гости. В этот раз стая летающих палок. Встретить я их решил на крыше. Типа выступить в роли ПВО. Блин, нифига вас там. Только вот что странно, так это то, что они зависли в районе стены и через нее перебраться никак не могли. Хотя и мои ребята по ним не работали. Баги-баги. Правда, продолжалась такая халява недолго. И пернатые бомбардировщики таки начали заниматься своими прямыми обязанностями на горе моей базе. Защитники что-то робко пытались сделать в ответ, но довольно быстро слились. Из приятного я смог захватить Райгерда. Надо будет попробовать его в работе. Ну, в смысле, в перевозке моей тушки на расстояние. На этом, кстати, атака и закончилась. А я отправился латать свою побитую армию. Прикольный птиц. В электричество умеет и в транспортировку. Да и вообще симпатичный. В середине дня решил снова отправиться в жаркие земли на обсидиановый вулкан. Опа, какие тут приятные знакомые живут. Правда, бьют не очень приятно. Думал, что эту неприятность мы переживем, но в дело вмешался злобный птиц. А потом еще и жара настигла. Короче, все прелести жизни. Впрочем, инсинерана я захватил. А птицу перья повыщипывал, но прям на тоненького. Мда, купленной по случаю футболки мне явно не хватает. Конечно, ничего необычного. Под раскаленными латами и в термобелье не поможет. А вот это уже интересно. Залежи угля. Хотя, учитывая то, что я на вулкане, вполне логично. Наверное. Главное, самому тоже в уголь не превратиться. На подходе к рыбацкой деревне прихватил себе в коллекцию еще одного буси. Такого я вроде видел только в роли босса. А оказывается, они и так просто шляются. В поисках чего-нибудь интересного решил подняться наверх. Правда, из стоящего тут только статуи. Больше ничего. Но сами места, конечно, красивые. Только изучать их нужно, одевшись в специальный костюмчик. На минус к жаре. Вернулся домой, раскидал принесенный скарп, вытащил из инкубатора очередного бесполезного палоча и вернул на работу пострадавших вначале работяг. Больничный окончен. Пора пахать. Кстати, Хайзенберг мне понравился в полете значительно больше, чем мой прошлый птиц. Крыльями машет быстрее и вставляет от такого перемещения намного сильнее. Короче, птичка зачетная, когда она под тобой, конечно. Добро. Жара, конечно, хорошо, но у меня еще не осмотренный остров в обычном биоме. Туда и направимся. Да, с таким Райбергом исследовать территорию стало прям намного приятнее. И главное, быстрее. Кто у нас тут? Мега-свип со своими свипятами. В прошлый раз подобная тусовка мне чуть голову не оторвала, но в этот раз все кончилось намного быстрее и благополучнее. За остаток дня мы с Райбердом осмотрели остаток острова и снова подлетели к живописным руинам рядом с обсидиановым вулканом. Вглубь по понятным причинам я пока решил не соваться. Лучше пройдусь вдоль побережья. Так и кебабом не стану, и новые земли частично открою. Да, богам, которые создали этот мир, можно поставить зачет. Даже просто перемещаться по нему удовольствие. Ландшафт и биомы отличаются очень сильно, и все время встречается что-то новенькое. А вот с занятиями в этом мире есть некоторые проблемы. Ладно, пора на базу обеспечивать себя снарягой и заниматься обычной рутиной. 44-й день я решил начать с устранения босса на Северном острове. В прошлый раз с этим милым зеленым толстячком у нас как-то не заладилось. Надеюсь, сейчас все пойдет лучше. Ну хз, надежды на винтовку у меня немного, с таким количеством БК и главное с таким дамагом по этому любителю пончиков. А вот огненный барашек раздает как надо. Ну не все время, но в основном. Наверное, лучше спрятаться в лесу и действовать в стиле вьетконга. Типа лупить из-за каждого куста и вовремя прятаться. Так, а вот эти ваши зеленые веревки вообще не в тему. Не любитель я таких развлечений. Я за большую чистую любовь. Короче, времени на этого ботаника мы с Палычами потратили дофига. А когда у него осталось четверть хп, он вообще решил от нас свинтить. Но не тут-то было. Пойдешь в сферу. Мда, потненькая катка вышла. И что умеем? Носить умеем, как прапорщик. Деревья рубить чуть похуже, ну и по мелочи. А вообще просто красивый он, особенно с этим гламурным цветочком. Видать, тоже просто любви хотел, а мы тут некрасиво получилось. Так, на этом острове я вроде все зачистил и все исследовал. Опа, а это что за делегация? Во главе с крылатой королевой. Интересно, а у нее жало там есть вообще? Так, а что это за непонятное попискивание и помыргивание? Меня стерзают смутные сомнения. Мля, шахит пчела! Теперь я видел все. Так, Элизабет, демократическая королева пчел-самоубийц. По базе умеет дофига, но все плохо. Что-то это мне напоминает. Ладно, пойдешь на продажу. А вот Бигард, та самая разрывная муха, создание полезное. Помимо того, что может взрываться, еще и мед дает. Надеюсь, не на основе нитроглицерина. А то выпил чайку с ним, плюхнулся на диван, разнесло полдома. Вернулся на базу, раскидал лутецкий и отправился на рудную. Есть у меня план один. Короче, хочу сюда тоже завести рабов. Пусть сами добывают, а я заготовеньким буду наведываться. Построил небольшую инфраструктуру и назначил несколько кота Дракул в работники. Пусть руду ковыряют. На второй добывающей скопилось много ресурсов, особенно шерсти. Что-то с транспортировкой у меня постоянно какие-то проблемы. Жаль, нельзя каждому палу конкретно сказать, что он, сука, должен делать. Остаток дня занимался строительством на рудной. Нужно обеспечить шахтеров всем необходимым. А то взбунтуются кошаки и в тапки гадить начнут. Привлек к работам и других палов. А то, что я тут один пашу, пока они в контейнере отдыхают. Здесь, кстати, нарисовалась та же проблема. Добывать-то они добывают, но вот перетаскивать на склад не хотят от слова совсем. Уже в сумерках решил поймать еще одну катерс. Полезный палыч для различных работ. Так что лишним точно не будет. Да и древние запчасти опять-таки. Еще к пингвиночу заглянул, который мирно спал, пока я крошил его свиту. Хотя че заморачиваться, если все равно не можешь противопоставить своему противнику ровным счетом ничего. Так, ну что, пора дальше исследовать земли, куда не ступала нога Гринюка. Ну дратути, не успел переместиться, а уже лезут со своими магическими обнимашками. Не, идите лесом, а я пойду на север. На холме к северу нашел очередной лагерь. В этот раз это у нас защитники прав палов. Но они меня мало интересуют. Сундучок забрал и дальше в обход, а точнее в облет. Тут у нас еще одно крупное месторождение руды, а за ним дерево с навыками. Правда, я так и не понял надобности в развлечении с этими самыми навыками. Пока все боссы берутся без проблем в лоб. Не пытаясь искать их слабые места и пользоваться определенными школами магии. Грустно, конечно, но факт. Решил двигаться на север и обрисовать, так сказать, периметр этого довольно немаленького острова. А уже потом традиционно изучать его полностью. Не удержался и заглянул в северный биом, на серебристый пик. Где нашел месторождение кварца, который определенно понадобится мне в крафте. Добыл все, что нашел. Там же обнаружил еще одно дерево с необычными фруктами. Собрал, конечно, но, как уже говорил ранее, они мне без надобности. Ну а теперь можно вернуться к осмотру того острова, с которого начал сегодняшний день. А заодно двинуться на юг, в сторону базы. Ничего особо интересного, кроме статуи и самой местности, весьма живописной, надо заметить, я, конечно же, не нашел. Думаю, все занимательное ждет нас в глубине этой территории. Но это вопрос уже не сегодняшнего дня. Хотя вру, вот портал и рядом вход к новенькому боссу. Но сначала решил заглянуть на базу. Разгрузился и заказал в работу микросхемы. Кварц для которых я так удачно нашел. Ну блин, снова нападение летающих палов. Пожалуй, самое неприятное, что может быть. По крайней мере, пока. Правда, вначале они традиционно багуются у периметра базы и можно их немного поотстреливать. Но потом откисают и начинают уже раздавать мне. В этот раз отделались парой выбитых палов и легким испугом. Повезло. Микросхемы сделаны. Теперь очередь полимеров. Никогда, блин, не думал, что если попаду на остров после кораблекрушения, научусь в походных условиях клепать электронику и полимеры. Оказывается, я много умнее, чем думал. Из всех этих компонентов я, наконец, смог построить нормальный холодильник. Ну, как нормальный? Я думал, что он нормальный. А оказалось, что его все так же должен обслуживать пал. Просто он побольше. На кой в нем микросхемы, решительно непонятно. А вообще, нужно было читать описание. Там все это было. Такс. Ясно-понятно. Для того, чтобы двигаться дальше, мне нужно набрать еще пару уровней. Сделаю себе стальную броньку с защитой от жары и можно будет сходить на вулкан. Значит, пора заниматься исследованиями и охотиться на боссов. Первым под раздачу пойдет родственник исландского вулкана с таким же сука невыговариваемым именем. Водяной дракон или что-то типа того. Творюга не дала мне взять статуевину. Пришлось идти на второй круг и вообще менять дислокацию. Драться с водяным существом в воде такое себе решение. Да и вообще я решил пока заняться другими полезными делами. Статуевины пособирать да серу постучать. А еще заработать опыта на поимке существ попроще. Тех же свипов, которых мне до десятка еще штук шесть нужно. Поразвлекавшись с малявками, заглянул на огонек к местным браконьерам. Давно я что-то не проводил профилактических бесед с этими ребятами. Ну серьезно? Снова Нокс? Реально или это самый тупой пал, или у браконьеров на Ноксов непреодолимый стояк? Взобравшись на очередную скалу, открыл портал, а также проход к боссу Фески. Вот тут я решил заглянуть на огонек. А там? Там офигенно мимишный дракончик. Даже мучить бедолагу не хотелось, но пришлось. Не мы такие, жизнь такая. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. В этих подземельях тактика одна. Используем тупость врага и колонны. Абсолютно неодолимое сочетание для местных балбесов. Тут осечки тоже не произошло, и дракоша отправился в сферу. Милейшее существо, как я и говорил. Умеет немного, конечно, да и габариты приличные. На базе, короче, не пригодится. А еще я получил очередной уровень. И открыл в технологиях стальной сундук, двухстволку и патроны к ней. По характеристикам до 114 апнул атаку. Чем дальше, тем более толстыми будут мои противники, так что необходимо компенсировать. Да, нашел тут агитационную запись от защитников прав палов. Занятные ребята, особенно заповеди у них хорошие. Вот только как они вяжутся с содержанием животных в клетках, не совсем понятно. После дракоша заглянул в найденную неподалеку пещеру. Все как обычно, сбор ресурсов и финальный басецкий. Кстати, тут снова старый знакомый, черепах. В прошлый раз вроде не получилось его захватить. Или получилось. Короче, попробуем снова. Я очень старался, но судьба у него, видимо, такая. Или у меня. Вернувшись на базу, закинул в сундук сделанные недавно палами ремонтные наборы. Что тут началось? Ощущение такое, что не ремки закинул, а собакам любимые вкусняшки показал. Понеслись ремонтировать все окружающие предметы, как будто созданы были лишь для этой цели. В свою комнатку добавил второй книжный шкаф, а то свитки в первой уже не помещаются. Жаба придушивает выкидывать, хотя нафиг они мне нужны, не представляю. Также я ношу один весьма полезный чертеж. Стальную броню с защитой от жары, причем зелененькую. Естественно, делаем. Они че так симпатичные, белого цвета? Ну, в принципе, логично. На солнце в черной броне такое себе удовольствие. Еще сделал ружьишко, которое тут же пошел опробовать на бедных барашках, которые на свое горе тусили возле базы. Бесплатный испытательный полигон. Ведь все равно к новой приходит. Балбесы. Последним штрихом на сегодня стала замена главного железного сундука на стальную. Помещается в него, конечно, значительно больше, так что обновка будет очень в тему. В теории теперь можно обойтись вообще одним сундуком вместо двух. Ну и базу опнул до следующего уровня. Зачем, правда, непонятно. Утром я вернулся в бамбуковую рощу, где вчера захватил дракошу. Нужно продолжать исследование местности. На этот раз переберемся на другую сторону ущелья и начнем с осмотра вершин на предмет зеленых статуй и сундуков. Там же заметил очередную брончири, сзади напоминающую какое-то ракообразное. Сделай меня птичкой, сделай меня рыбкой, иди сюда, я тебя раком сделаю. Да, неудачненько вышло, переборчик. А вот это уже отправляется в сферу. Очередной портал, вот это в тему. Да и босс там недалеко, можно и заглянуть. Охота тем временем тоже продолжилась, данного вида мне нужно захватить еще прилично. Боссом оказался здоровенный райбер 29 уровня. Такой красавчик мне определенно пригодится, на место личного транспорта. И по статусу подойдет однозначно. Типа большому боссу, большого попугая. А вот сваливать от него оказалось совсем непросто. В отличие от бегающих, летающие тебя догоняют без особых проблем. А деревьев в округе не то чтобы много. Пришлось знатно попотеть, прежде чем птичка осела в моей коллекции. Взобравшись на ближайшую гору, обнаружил очередной лагерь браконьеров. На их горе, конечно же. Не люблю я этих ребят, а потому уничтожаю нещадно. Интересно, кто в клетке на этот раз? Ну хоть не Нокс, хотя полезность этой лесной феи тоже не на высоком уровне. Мученик братства вечного пламени? Это что-то новенькое, как я понимаю. Данные товарищи тоже будут ко мне в гости приходить? Не знаю, что нужны, но кто такие в плане юнитов, понятно. Огнеметчики. В общем, какая разница, все одно на кладбище. Северная оконечность острова оказалась какой-то не северной. Наоборот, песочек да пальмы. И очередной портал, что не может не радовать. Ну, значит теперь на восток, где, конечно же, кроме красивых видов, ничего не оказалось. Ну ок, тогда на север. Снова к статуе дракона и дальше. Но сначала воспользуемся магическими авиалиниями и посетим торговца палами, а то все карманы уже сферами забиты. Торганул пока на 9к. Может потом еще загляну, от остальных избавлюсь. Как вернулся домой, занялся разбором палочей. Зачем меня и застиг очередной налет браконьеров? В этот раз даже ребята с гранатометами пожаловали. Хотя внешне они больше похожи на турбореактивные двигатели. Будет забавно, если при выстреле он улетит далеко и надолго. Еще с ним оказался какой-то адский перекормленный пулеметчик, размером с индийского слоника. После того, как браконьеры прорвались внутрь базы, началась форменная массакра. А я случайно, конечно же, свалился с другой стороны стены. Но тут же воспользовался такой удачей и пошел в тыловую атаку. Повоевали в общем и целом зачетно. Правда, половина моих балбесов отправилась в реанимацию. Но все равно, противнику мы не уступили. Ну или почти не уступили. Пользуясь тем, что базу все равно повредили, я решил ее немного перестроить. Снес нафиг производственную линию и поставил ее в нишу, которую специально сделал возле ворот. После чего полностью застроил ее в стены, получив еще одно помещение. Надеюсь, мои палочи будут к ней нормально проходить, а не застревать в дверях. Будет у нас тут что-то типа привратной башни, чтобы встречать с нее врагов. И удобно, и выглядит неплохо. Хотя выбора строительных блоков для того, чтобы выглядело реально хорошо, тут, конечно, маловато. Утро началось с наведения порядка на базе. Провел освещение в новое производственное помещение и продолжил заниматься строительством. Удалил старые двери и поставил вместо них большие каменные ворота. Сначала вышло кривовато, так что пришлось все это дело несколько раз перестраивать. А в процессе на меня опять навалились дикие палы, во главе с большим и очень злым черепахом. Учитывая отсутствие дверей и ворот, бойня получилась знатная, с кучей фейерверков и разной пиротехники. Кстати, ворота наши балбесы умудрились построить прямо в процессе нападения. Наверное, потому почти все и откисли. Ведь пока их били, они строили. Ну, реально балбесы. Пришлось опять почти всех работников отправлять в реанимацию на четверть суток. Может, а и просто работать не хотели? Того огненного черепаха я таки захватил. Прикольный палыч. С третьим уровнем работы с огнем. Но уж очень большой. Мне кажется, будут проблемы с его использованием на базе. Над воротами решил построить что-то типа крытой галереи. Откуда можно будет вести огонь по осаждающим врагам. Получилось, если честно, как-то убого. Но с таким набором стройки лучше сделать сложно. Чтобы большим огненным палом, я сейчас ни на кого не намекаю, было удобнее работать, перенес одну из печей чуть в сторону. Сделав проходы между точками работы побольше. Ну и в новой печурке заказал сразу четыре сотни древесного угля на порох. Проведя ревизию в своих сундуках, понял, что на базе скопилось избыточное количество разных ценностей. И давно пора наведаться к торговцу. Что и сделал. Торганул в сумме более чем на 60к. Уже во второй половине дня решил немного поприключаться. Захватить очередного босса. Петалью. 28 уровня. Не знаю, почему до этого постоянно обходил ее стороной. Реально хз. Ничего страшного или особого в ней не оказалось. Все по стандарту. Прячемся за колонной и спокойно понижаем ей хп, пока она отвлекается на моего пала. После чего спокойно отправляем ее в сферу. После босса почти до самой ночи бегал по руинам и захватывал все, что шевелится. Ну а что не шевелится, осторожно тыкал палочки на предмет живо или нет. Если живо, то же захватывал. В 49-й день я решил начать с устранения босса по имени Элфидран. Если, конечно, он не закопался куда-то под землю. В пещеру с выходом, находящимся в 10 тысячах километров отсюда. По дороге развалил очередной лагерь воинствующих сектантов. И освободил из плена очередного бесполезного пала. Нет, ну это хоть может быть постоянным дополнительным напарником, в отличие от Нокса. Но мне такая фишка не особо нужна. Так что да, бесполезная. Элфидран оказался очередным мега няшным дракончиком. Такого увидишь и драться совсем не захочется. Что за странное чувство юмора вообще у местных богов? Впрочем, несколько раз, чуть не отхватив от него фиолетовым пламенем, я все же переключился в режим боя. И довольно быстро отправил дракоша туда, где ему и место. В контейнер пал. В принципе, я пришел к выводу, что все боссы отличаются друг от друга только внешним видом и именем. Все их характеристики и умения на самом деле тоже отличаются только внешне. Совершенно пофигу, с кем ты сражаешься. Тактика со всеми будет одной и той же, что лично меня очень расстраивает. Захваченный балбес мне на базе не пригодится совершенно. Умеет он только добывать дерево, но при этом делает это не особо хорошо. А места занимает очень много. Короче, на продажу. Ну или в коллекцию просто. Там же захватил очередного дисковода и получил уровень, который снова вкинул в атаку, подняв ее до 116%. В склоне ближайшей горы нашел пещеру, которую тут же и решил зачекать. Палы в пещерах этого биома поменялись и стали несколько круче, но как-то несерьезно. Повлиять на общую картину мне уже не смогли. А еще взрывом пердака шахид пчелы меня отправило в плоть мира. Выбраться откуда у меня не получилось и пришлось молить о быстрой смерти. Забрав вещички возле входа в данж, я срочно отправился на базу, так как на нее напали браконьеры. Надо разруливать ситуацию. Хотя по сути разруливать оказалось уже нечего. Пока добирался, враги решили уйти домой. Видимо ломать стены, пока хозяина нет дома, им не по кайфу. На публику работают гады. Коля прилетел на базу, решил перестроить еще одну печку. Уж слишком близко она оказалась к соседней. Мешает большим палам работать. Поставил ее чуть в стороне. Инкубатор подкинул мне кого-то полезного. Ну, не то чтобы очень, но такого пала у меня пока не было. Добыча электричества второго уровня. Короче, продвинутая модель ежика, типа Т-1000. А еще в пещере я захватил вот такую красотку. Но она кроме лекарств делать вообще ничего не умеет. А зачем тут нужны лекарства, я к 50 дню так и не понял. И без них вполне неплохо живется. Ну что, раз база в безопасности, можно вернуться в пещеру. Зачисткой которой я и занимался до следующего утра. В качестве босса этого данжа выступила Бристла. Причем она даже размером слабо отличалась от своей свиты. Так, чуть более пухленькая. Понятно, что никаких проблем это медлительное создание нам с Лисеной причинить не смогло. И благополучно отправил сферу, пожертвовав мне три детальки древней цивилизации. Выйдя из пещеры, я нос к заду столкнулся с отреспавшимся эфедрином. Пришлось забирать себе и второго. Ну, зато вдвоем не скучно будет. Ну а теперь на базу. Скинуть набранные ресурсы и пополнить запасы перед дальнейшими исследованиями. Заглянул к кибербочке, как я ее называю, и модернизировал Робина. Пока, к сожалению, только на одну звезду. На большее не хватило захваченных палов этого вида. После этого посетил торговца и продал ему ненужных палов, выручив около 15 тысяч монет. Ну а теперь к неизведанному. Оставшийся день я провел в исследовании территорий, на которых пока не было. Не уверен, что мы с вами вернемся в этот красочный и красивый мир. К сожалению, играть в палворд интереснее, чем его смотреть. Статистика стима и статистика первого ролика на ютубе тому ясное подтверждение. Впрочем, возможно, просто жанр 100 дней для этой игры не совсем подходит. Или руки у меня кривоваты. Короче, на этом мы, наверное, будем прощаться с этой игрой. А я приступлю к съемкам другой. Знаю, что некоторым из вас видосы по Палычу зашли. Спасибо вам за внимание и за добрые комментарии. Возможно, мы когда-нибудь и вернемся сюда, но не в ближайшее время это точно. С вами был Гринни, всем пока и отличного настроения. Пока-пока.